Здравствуйте! Мы студенты первой группы четвертого курса лечебного факультета Ивасько Анастасия Олеговна и Поминова София Михайловна. Хотим представить вашему вниманию научно-исследовательскую работу «Противомикробная фотодинамическая терапия». Актуальность нашей работы заключается в том, что проблема полиантибиотикорезистентности современных штаммов условно-патогенных бактерий требует не только поиска и создания новых химиотерапевтических препаратов, но и использования иных принципов антимикробного воздействия. Этим объясняется возврат интереса к антибактериальному эффекту электромагнитного излучения различных частот в комбинации с химиопрепаратом. Целью нашего исследования является оценить возможность антимикробного эффекта комбинированного воздействия инфракрасного излучения в сочетании с фотосенсибилизатором на штамму условно-патогенных грамм отрицательных бактерий. Задача исследования – характеризовать оптимальные параметры воздействия в зависимости от времени облучения микробной нагрузки и дозы фотосенсибилизатора. В опыте были взяты стандартный штамм из шерихи Коли М17 и клинический штамм псевдомоносаэрогеноза из музея-кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Саратовского государственного медицинского университета имени Василия Ивановича Разумовского. Из суточных культур со скошенных агаров готовились маточные извеси концентрации 5 на 10 восьмой степени микробных тел на миллилитр по эталонному стандартному мутности с последующими десятикратными разведениями. В сам эксперимент брались бактериальные извеси 10 в третьей, 10 в пятой степени микробных тел на миллилитр в объеме 1 миллилитр. В экспериментах использовался инфракрасный излучатель. Суммарная энергетическая доза составила 14,4 джоуля на квадратный сантиметр. Плотность потока мощности 16 милливатт на квадратный сантиметр. Время облучения 1, 15 и 30 минут. После облучения и из контроля высева осуществлялись по 0,1 миллилитр на чашке с моспептоном агаром. Через 24 часа инкубации, посевов при 37 градусах, производился подсчет колоний. Антимикробная активность фотодитозина оценивалась традиционным методом двукратных разведений в бульоне Хоттингера в отношении микробной нагрузки 5 на 10 восьмой микробных тел на миллилитр. В первой серии экспериментов препарат добавлялся к взвесе бактерий непосредственно перед облучением, а во второй облучение производилось после 60-минутной экспозиции препарата и взвесе. Антимикробная активность фотодитозина в отношении штамма и шерихи колли М17 оказалась низкой. Минимальная ингибирующая концентрация препарата составила 1,25 миллиграмм на миллилитр. В опыте первой серии при комбинированном воздействии на 0,5 миллиграмм на миллилитр вещества вносилась бактериальная известь непосредственно перед облучением. Время воздействия составило 1 минуту. Во второй серии время облучения было увеличено до 15 и 30 минут. Предварительный контакт фотодитозина с бактериальной взвесью осуществлялся в течение часа. Контролем служили взвеси бактерий, не обработанные фотосенсибилизатором и не подвергнутые облучению. В ходе первой серии опытов мы подвергали облучению бактериальную взвесь в концентрации 10 в третьей степени микробных тел на миллилитр. Во второй взвесь бактерий в концентрации 10 в третьей степени микробных тел на миллилитр, обработанную фотосенсибилизатором и подвергнутую облучению. Для определения влияния облучения на бактериальную известь в концентрации 10 в пятой степени микробных тел на миллилитр провели третью серию опытов. Облучение проводилось в течение 1 минуты, 15 и 30 минут. Результаты вы можете видеть в таблице на слайде. Минимальная ингибирующая концентрация фотодитозина в отношении псевдомона с аэрогенозом 0,6 мг на миллилитр. В серии экспериментов к этим штаммам добавлялось количество препарата 0,3 мг на миллилитр в бактериальную известь за 60 минут до облучения, а время облучения составило 15 минут. Результаты вы также можете видеть в таблице на слайде. В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам. 1-минутная экспозиция инфракрасного излучения не обладает выраженной антимикробной активностью в отношении ишелихия коля. Эффект воздействия не зависит от микробной нагрузки в пределах 10 в третьей, 10 в пятой микробных тел на миллилитр. Предварительная обработка облучаемой извести ишелихия коля препаратом фотодитозина слабо потенциирует действие инфракрасного излучения. Предварительная обработка облучаемой извести псевдомоносаэрогеноза препаратом фотодитозина усиливает эффект антимикробного воздействия инфракрасного излучения. Спасибо за внимание!